Всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу свои покупки, которые были не присланы на обзор, просто те продукты, которые были мне необходимы. Это кое-что из декоративной косметики, кое-что из уходовой, но плюс в этом видео я вам покажу еще и одежду, которую мне присылали на обзор. Там и платье будет, там и шарфики, в общем такое осеннее пополнение гардероба. Поэтому если вам интересно, то начинаем! Начнем мы с тонального крема, о котором мне задают сейчас больше всего вопросов с тех пор, как увидели его фотку в инстаграм. Это тональный крем от L'Occitane из серии Драгоценный и Мартель, и у меня второй светлый оттенок, но там есть еще и очень светлый. Несмотря на то, что он как бы второй по своей цветовой гамме, он все же для меня светловат, и надо смешивать его с другим, более темным оттенком. Сейчас этот тональный крем на мне, и я могу сказать, что тональный крем этот хорошо смотрится, очень хорошо смотрится на камере, потому что, когда я с ним, мне постоянно делают комплимент, что как хорошо в этом видео выглядит твоя кожа. Но что я скажу? Значит, это вообще как антивозрастное средство заявлено. Я считаю, что тональные средства не могут быть супер антивозрастные, потому что они вам не разгладят как-то морщины, не сделают кожу более упругой. Да, там есть более ценные какие-то добавки. Мне кажется, здесь оно заявлено как антивозрастное, то, что содержится SPF 30. Это очень большой SPF для тонального крема, и так как возрастная, более возрастная кожа, она склонна к пигментации, вот в принципе, это самая главная заслуга данного тонального крема. Я читала очень хорошие отзывы на данный тональный крем. Собственно, мне это все понравилось, и я подумала, что будет замечательным средством. Так как оно довольно плотное, а я люблю такие текстуры немножечко поплотнее использовать в осенний-зимний период, у меня на данный момент закончился мой тональный крем от Garnier, и поэтому этот послужил ему такой вот заменой. Здесь очень похожая упаковочка. Я люблю больше, и уже не один раз говорила, что люблю именно BB кремы европейского производства, потому что для нашего типа кожи они подходят больше. Этот тональный крем с вот таким носиком, здесь ничего не вытекает, это текстура очень и очень плотная, которую кистью плохо наносить. И я привыкла наносить тональный крем больше кистью, потому что для меня этот способ и быстрее, и удобнее. То есть, если вы наносите этот крем сам по себе, то есть в одиночку, ничем не смешиваете более жидким, то его можно нанести хорошо только бьюти-блендером, либо спонжем Real Techniques. Кистью он плохо разносится, начинаешь тянуть кожу. В общем-то, консистенция для меня слишком плотная у этого тонального крема. То, что здесь SPF 30 на лето, он будет ощущаться, мне кажется, на коже. И он может течи не будет, но у него настолько плотное покрытие. Плюс к этому покрытию он не скрывает очень хорошо поры. Я бы сказала, что вот 50 на 50 в принципе неплохо, но можно было бы лучше. Особенно, когда мы наносим пудру, то вот эти вот поры, они могут проявляться под дальним тональным кремом. Честно вам признаюсь, что в реальной жизни мне не очень нравится, как он смотрится на лице. Когда мы его наносим, то надо ему еще время, чтобы он уселся. После этого наносим уже пудру какую-то. После того, как он усядется, он неплохо сливается с тоном кожи. Но опять же, этот тетяна для меня светлый, поэтому я стараюсь с более жидкой тональной основой. Как, например, от Givenchy у меня заканчивается сейчас. У меня есть от Benefit более жидкая и более темная тональная основа. Вот я их смешиваю, и тогда результат неплохой. Неплохой. Но во второй раз бы я его не приобрела. Ну, такой вот. Пока что буду пользоваться, но я не в восторге. Следующее, что у меня появилось, это вот такой крем от Herborean. Наслышан об этой корейской марке. И у меня вот такой Radiance крем, то есть для сияния кожи. Мне показалось, что для осени будет замечательный такой вариант, когда ей не хватает витаминов. И вот как-то дополнительно ее напитать. Я пока что его даже не открывала, честно говоря. Он вот такой вот упаковки. Сейчас закончу свой Мурат. И потом перейду к вот этому и обязательно вам расскажу, что и как. Но отзывы, как я говорила вам, что слышала, очень положительные. И по своему описанию, я думаю, что для моей кожи подойдет здесь 50 мл. Кстати, не 30. И последнее из ухода, то, что у меня новенького появилось, это вот такая паста, вернее, две зубные пасты от Splat. Я обожаю эту марку по уходу за зубами. Мне нравится вот эта паста зубная. И она, пожалуй, одна из самых лучших, которые я пробовала именно для отбеливания зубок. Здесь курс 4-6 недель каждый день надо использовать. И действительно результат есть от этой пасты. Замечательная. То есть я не пробовала вот эту знаменитую, я забыла, как она называется. У них есть еще отбеливающие полоски, американский бренд. Но вот эта из тех, что представлены в наших магазинах, это самая лучшая паста для отбеливания зубок. И вторую я использую, например, вот эту вот утро. А более ухаживающую и более восстанавливающую я использую на вечер. Потому что два раза это слишком агрессивно для зубов. И вот такая у меня лечебные травы, комплексная защита и профилактика воспалений десен. Неплохая паста, она такого позитивного зеленого оттенка. Мне понравилась. У нее нет резкого мятного какого-то аромата. И она неплохо ухаживает, но никакого отбеливания, естественно. Кстати, очень положительно влияет на десны, если они у вас кровоточат. Вот замечательно в этих целях. И из декоративной косметики то, что у меня новенького появилось, это от NARS. Два продукта, от которых я в восторге. Это потрясающие продукты. Вы меня просили рассказать после фото в инстаграм. Во-первых, это вот такие румяна. Кстати, один и другой продукт, они идут из летней лимитки этого года. Ну, во-первых, румяна. Они, конечно, супер яркие. И когда мы переносим на пальчик, вот такие они просто ядерные. Но когда мы наносим кистью, то в принципе они, в зависимости от того, как мы надавим на кисть, такой оттенок и получится. Переборщить с ними, конечно же, можно. Но вот этот у меня оттенок второй уже от NARS. И могу сказать, что он по качеству гораздо лучше, чем мой предыдущий, такой зимний, более холодный оттенок. Вот приблизительно такой, как у меня сейчас на губах. Вот этот, он более мягкий. Он все же меловой, да. Это не такие мягкие тени, как, например, вот The Body Shop у меня есть. Более меловой оттенок, но настолько хорошо они держатся на лице в течение всего дня. У меня может сползти какой-то бронзер, но румяна остаются на месте. Мне нравится, что вот этот оттенок на данный период года очень хорошо освежает лицо. Я набираю совсем чуть-чуть на кисть от The Balm у меня есть для румян. И переношу его на щечки. Во всех предыдущих моих видео, наверное, видео 3 где-то, вот эти вот румяна нанесены. И там не видно, что это вот такой супер яркий оттенок. Он очень красивый, очень качественный, румяна. Вот эти вот супер. Я напишу все оттенки. Ну а блеск у меня первый от Nars. И я не ожидала, что у него такое замечательное качество. Он выглядит как леденец. Вот в этой упаковочке у него такой фиолетово-розовый оттенок. В предыдущем видео с ответами на ваши вопросы у меня был именно вот этот вот блеск на губах. И меня там тоже спрашивали, что это. Блеск держится очень долго. Он может продержаться с самого утра и до позднего вечера. Если вы найдете еще в магазинах, либо в интернете эту коллекцию, обязательно закажите. Там очень красивые оттенки. Мне все они очень понравились. Здесь идет просто вот такой вот самый обычный спонжик. И что самое примечательное в этом блеске, то что когда мы его наносим на губы, его можно нанести даже без карандаша, без какой-то подложки. Он будет очень долго держаться и у него есть такое свойство немного проявляться на губах. То есть когда мы наносим он более полупрозрачный, спустя 5-10 минут он становится более ярким. И вот он все проявляется, как-то проявляется на губах и достаточно ярко смотрится. Но в то же время мы его можем носить в повседневной жизни. И плюс, почему он держится так долго? Он работает как такой пигмент для губ. То есть этот пигмент остается в течение всего дня. Даже если я покушала, он не стирается сразу. То есть он, я не знаю как, но он сохраняется на губах. И он потом так вот все замечательно заполняет. Полдня он у вас 100% продержится. Потом, если вы много говорите, либо там, я не знаю, как-то стерлись у вас губы, то остается пигмент. Вот эти вот яркие губы, но матового оттенка. Потрясающе, абсолютно не сушит. Очень дорого, очень красиво смотрится на губах. Ну, в общем, я готова петь о, до этого продукта. Так он мне сильно понравился. Переходим к одежде. Во-первых, я вам покажу вот такое сумасшедшее, красивое и очень необычное платье. Они сейчас очень популярны в Инстаграм. Есть различные вариации. Вот это платье я заказывала на одном российском сайте. То есть они производители этих платьев. Дрессом называется. Вот здесь есть лейбл. И у меня размер 40. Это самый маленький размер. Там есть любые абсолютно расцветки. Есть и зеленое, есть и черное. Вот я не помню, по-моему, бежевое еще. Вот такое вот синее. Но вот этот королевский синий оттенок я уже была в этом платье на Куматрии, то есть на Кристинах ребенка. Насколько я не любительница каких-то длинных платьев, либо платьев по колено, но это настолько красиво смотрится и настолько привлекает внимание. Супер! Будете однозначно получать комплименты. Очень необычно, очень красиво. Насколько я любительница коротких платьев. Оно как и короткое смотрится, очень игриво, очень кокетливо. В общем, я в восторге от этого платья. Там есть абсолютно все размеры, начиная от 40 вот такого, это XS, и до 50 какого там. Супер! Очень понравилось. Ткань хорошая, очень хорошо сделана. Далее я вам буду показывать шарфики. из тоже одного российского интернет-магазина, но там итальянского качества. Все шарфики, модели. Я когда выбирала, у меня глаза разбегаются, я не знаю, что выбрать. Там настолько много этих всех моделей шарфиков. Но первый и самый дорогой, который я выбрала, это вот в такой расцветке. Так как я очень часто ношу джинсовые вещи, то есть джинсы, либо это какие-то юбки, то я решила, что вот такой синий шарфик будет замечательным дополнением в осенние прохладные деньки. Здесь еще есть коричневый цвет, который я тоже достаточно часто ношу. Смотрится он замечательно. И вот меня уже неоднократно в реальной жизни спрашивали, где такой я приобрела. Конечно, он дорогой. Он из натурального шелка. И по материалу это сразу видно. Здесь 100% шелк. И сделано это в Италии. Шарфик просто красивенный. В общем, я его обожаю. Это, наверное, фаворит данной осени. Конечно, на очень холодную осень он не подойдет, потому что он шелковый. Но вот сейчас я его ношу и с джинсовой курточкой, и, в общем, по какие-то другие курточки с джинсами. Супер! Следующий шарф, по-моему, с нуду. Он называется, я заказала себе, чтобы носить зимой. То есть это такой как шарф и капюшончик сразу, так как я шапки не ношу вообще. Я ношу либо капюшоны, либо я езжу в машине. То есть мне не нравятся абсолютно шапки. И мне кажется, они не идут. Хотя я как-то мерила в прошлом году шапки. Но, не знаю, мне не нравится лично. Вот такой очень тепленький. Здесь что у нас? Да, это с нуд. Состав 6,70% и акрил 30. Уход, деликатная стирка. Тоже такой вот оттенок, который подойдет к любой моей шубке, к любой такой курточке потеплее. В общем-то, я тоже довольна. Очень мягенький, приятный, не колется абсолютно. Третий шарфик, который я себе заказала. Тоже оттенок мне очень нравится. Он такой бежево-персиковый и очень освежающий. Этот у нас шарфик уже идет в состав вискоза, шерсть и шелк. То есть, опять же, из натуральных тканей. Есть там различные абсолютно расцветки. Вот у него на концах здесь такая бахрома. Тоже красивый, очень приятный и очень теплый. Ну и мужской шарфик я, конечно же, заказала. Здесь у нас состав тоже итальянский. Это 100% шерсть. Мягенький, не колючий. Тоже такой вот оттенок, который подойдет отлично мужчинам. Мне понравился он и своим дизайном. Он не очень длинный. Можно его по-разному завязывать на шее. Ну и последнее, что я вам покажу, это будет мой небольшой заказ с сайта Sheinside. Во-первых, это вот такая базовая вещь, которая сейчас на мне. Мне она понравилась. Сейчас вам скажу. Хорошее качество. Такая вот маечка. Из-за микрофона она немножечко криво смотрится. Вот. Но очень приятная к телу. Это 100% хлопок. И как базовая вещь. Оттенок не белый. Он больше молочный такой. Очень понравилось. Под джинсики, под вот такие кофты отлично смотрится. Следующая вещь, которая мне понравилась, это вот такая мини-юбочка. У меня уже из этой серии много мини-юбок. И мои подружки заказывали тоже из вот такой серии. Они как будто сделаны из резинки. Расцветка красивая. Куда-нибудь в клуб, в караоке надеть. Будет замечательно. И расцветка именно более осенняя. В общем-то, юбки хорошие. Просто я уже не первый раз заказываю их. Поэтому они мне нравятся. И я знакома с качеством. Я вам говорила, что закажу к своему купальнику вот такой низ. Здесь бантик идет. Красивый. Мне очень понравился верх. Он замечательно смотрится. Особенно на небольшой груди. Далее вещь, которая мне абсолютно не понравилась. Во-первых, потому что она длиннющая. Вот такая вот. Она мне чуть ли не ниже колена. По качеству хорошая. Потому что эта вещь не из дешевой серии. Она там стоит, наверное, долларов 50 где-то. Здесь есть вот такой воротничок синего оттенка. Как-то меня этой осенью на все синее потянуло. Я смотрю. И здесь на пуговичках никаких не так нет. Ничего. Но опять же, длина на любителя. Там она смотрелась на модели гораздо короче. Такое очень тяжелое платье. И последние две вещи. Значит, первая это вот такая кофточка. Она была на мне в предыдущем видео. Я получила большое количество и в ВКонтакте, и в комментариях под видео вопросов, где купить такую кофточку. Она красиво смотрится на видео. Но в жизни вы ее вряд ли будете носить. Потому что здесь вот эти вот рукава, она сделана неплохо. Здесь нет ниток, ничего. Все хорошо вот с этой кофточкой. И здесь вот такие разрезы на видео. Она действительно классно смотрелась. Мне аж самой понравилось. Но здесь есть небольшой, вернее уже нет, но был какой-то небольшой запах от нее. Потому что я ее стирала. У меня размер XS подошел мне отлично. Цвет очень красивый. Но ткань вот эта не очень дорогая. Если вы заказывали подобные вещи, вот они все на такого именно качества. Она приятная к телу. Но здесь, наверное, процентов 70 синтетики. И 30 хлопка. Если бы были вот эти вот места пришиты, то было бы лучше. А так они очень большие. Как-то громоздко смотрятся в жизни. И вторая вещь. Это вот такой красивый свитерок. Однозначно мой фаворит. Я его уже очень активно ношу. Во-первых, приятная вот эта вот нить. Да, она не колется абсолютно. Но выглядит так пушисто, красивенько. Далее, смотрите, здесь есть два выреза. Один поменьше, другой побольше. И все снаружи выглядит очень хорошо. Цвет вообще мне понравился безумно. Потому что хороший такой освежающий, очень красивый оттенок. Там много различных оттенков. Но внутри я сначала не посмотрела. А вчера я как-то его сняла, этот свитерок. И получилось так, что я увидела, что там наизнанке. Посмотрите, сколько здесь ниток. Конечно, это не проблема. Можно отрезать, тем более за ту стоимость, за которую он представлен. Но снаружи все замечательно. Поэтому буду его носить. Вот и все, что я вам хотела показать в этом видео. Спасибо за внимание. Увидимся в новых видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok